Всем привет! Сегодня четверг. Решила снова поснимать много видео. Илюша съездил сейчас, забрал нашу первую посылку из дома. Мама отправила нам 7 коробок. Там в основном одежда и там, по-моему, Илюшина коробка с чем-то. Моя, по-моему, должна быть. А в основном там одежда. Не знаю, куда будем все раскладывать, потому что здесь один шкаф, нас 3 человека. Мы с собой брали очень мало вещей, но практически с ноги туда все упихали. Я сейчас покажу вам, насколько там тесно, насколько мало туда входит. Поэтому та одежда, которая пришла, я еще не знаю, куда я буду раскладывать. Просто не представляю, как я ее буду хранить, потому что в шкаф она однозначно не войдет. Но потихонечку уже нужно вещи перевозить обратно, потому что мы однозначно не собираемся. Поэтому потихонечку мама нам отправляет посылки. Покажу вам сейчас, сколько привезли коробок, и потом, может быть, вместе с вами мы их распакуем, посмотрим, что там. Так, вот видите, у меня тут, что сейчас делается. Страшный сон любой флай-леди. Вот такое безобразие. Я ненавижу, когда у меня все в пакетах, потому что все просыпается, открывается. Тем более, что Сенька сюда вот от шкафа постоянно залазит. Здесь все... У меня вот там уже просыпалась манка, и для того, чтобы ее сейчас туда убрать, надо все достать, все это вымывать. В общем, блин, не люблю я, когда все в пакетах, люблю, когда все в баночках. Теперь вот баночки пришли, наконец-то все можно нормально пересыпать. Сейчас пересыплю все, я покажу, что получится. Шкафчик, видите, вот какой маленький. И здесь все битком. Сенька уже, правда, маленько перерыл. Здесь все битком. Я еще использовала органайзер, еще за счет этого как бы маленько пространство сэкономилось. Свою нижнее белье вообще вот в эти картинки поместила, потому что оно иначе просто никак не входит. Здесь еще вещи, в которых мы пока не ходим. Поэтому куда сейчас новое будут вкладывать, я не представляю. Вчера, наконец-то, дали отопление. Мы здесь довольно долго мерзли. Холода, как такового, конечно, сильного не было, но в прихожей на кухне на полу лежит плитка, поэтому ножки мерзли все время. У них были какие-то проблемы с котлом отопления, они могли его то ли починить, то ли в ремонте он у них был. Но мы сказали, что нам холодно, что у нас очень сильная влажность, потому что на окнах прямо появлялась, знаете, такая испарина. И смотрю, начали уже то ли плесневеть обои в углах, то ли что. Здесь хороший довольно-таки ремонт, очень жалко, поэтому я говорю, что очень сильная влажность. Давайте как-то вопрос решим, и нам дали печку. С печкой было потеплее, более-менее как-то хотя бы подсыхало все. Но вот вчера, наконец-то, дали уже полноценное отопление, и сразу же дали на полную мощность. Мы тут, конечно, упарились, сегодня, наверное, уже немножечко поупают до нормы, поэтому будет комфортная температура дома, и я надеюсь, что все подсохнет. Потому что действительно жалко, ремонт хороший, и смотришь, то тут какое-то пятно получается уже под обоями, то ли плесень, то ли грибок появляется, как бы и самим не хочется этим дышать. И, в общем-то, ремонт жалко, поэтому надеюсь, что теперь все будет нормально. Еще попросили поставить нам вытяжку, ну, не попросили вытяжку, то есть я просто хозяйке сказала, что на кухне у нас нет вытяжки, и я готовлю, и мне действительно жалко, обои прямо мокрые. Я говорю, отойдут, отслоятся, то есть, ну, ремонт же жалко тоже. Она говорит, что поставят нам вытяжку в ближайшие дни, чтобы ничего не испортилось. Придет мастер, все установит, и девочка потом придет, все помоет. Вот, сейчас пойду немного поработаю, потом сделаю уборку, и вечером, наверное, пойдем гулять, и покажу вам еще сейчас, сколько коробочек у нас. А, там, кстати, помимо одежды, еще попросила маму прислать мои баночки для сыпучих. Пока здесь все храню в пакетах, все крупы, все продукты, все в пакетах храню, в ящике не очень удобно, во-первых, все просыпается. Ну, и, в принципе, все равно надо тихонечко вещи все перевозить, покупать здесь пластиковые банки я не стала, во-первых, я не очень люблю пластиковые всякие контейнеры. У меня мои стеклянные очень классные, я их люблю, поэтому попросила маму их прислать. Так что, вот, там, скорее, в коробках, скорее всего, одежда, вот, Илюшина коробка и мои баночки. Сейчас покажу, сколько получилось там коробок. Ну, вот такое количество получилось коробок. В принципе, вошло все за один раз в машину, мы думали, что за раз не войдет, что придется ехать два раза. Ну, Илюша все упихал, будем разбирать. Ну, вот эти, по-моему, точно с одеждой, они такие легкие, мягкие. А вот в этих вот еще не знаю, что. Всем привет! Сеня? Я буду открывать с мамой. Так, здесь одежда. Одежда, сумма 8 сразу в спальню. Тут что? Бленка. Так, тут тоже одежда. Тоже, да, одежда? Да. Да. Тоже одежду, тоже уносим в спальню. Здесь обувь и одежда. Еще одна очередная коробка с одеждой. А, нет, здесь оказалась не одежда, здесь сверху моя кофта. И здесь вот все издушено. Так, выходим на финишную клеву, здесь тоже одежда. И вот запчасти от мясорубки попросили отправить нам мясорубку. Все? Тоже одежда. А, вот и мясорубка здесь. Вот и, наконец-то, ура, баночки мои приехали. И моя пленочка. Классно. Так, это уносим сразу на кухню. Сейчас хочу достать все свои баночки, проверить каждого из них. Надеюсь, что они нормально доехали, без сколов, без трещин. И надеюсь, что они все целые. Ну, все вроде нормально. Вроде все целое. О, копилка для Арсения. Бабушка обещала прислать ему копилочку. Вот такая вот будет. Будет снова копить денежки. Он перед отъездом прямо копилочку одну разбил. Дракончик у него там был. Копит себе на велосипед. И вот здесь, пока у него копилочки еще не было, бабушка обещала выслать. Вот она, собачка. Здесь еще посуда. Это что? Тоже посуда. Это я попросила. Мама мне прямо диктовала, что там у меня есть в коробке. И я говорила, что мне сейчас необходимо. Она мне доставала. Доставала приборы. Здесь одежда. Так, это моя шкатулочка с лаками и прочим всем. Ну, мама-молодец. Она мне отправила много всего. Не только баночки. Так, здесь тоже у меня шкатулочка. Ты что без меня делаешь? Без меня открываешь? Представляешь? Какая копилочка. Какая классная копилка. Классная? Да. Бабушке говори спасибо. Спасибо, бабушка. Классная. Ну, я побежала. Ну, давай. Ну, и здесь еще полотенце. Так, следующая коробка здесь у меня доска. Досок мне здесь явно не хватает. Так, салфетки. Столовая, пятая салфетки. Салфетки. Я здесь, правда, купила уже новые. В магазине FixPrice. Можно купить вот такие вот салфеточки. Купила они дорогие. По-моему, 50 кг или 70 кг штучка. В общем, как получилось. Я все наши вещи упаковала в коробки. Но, так как я не знала, как мы здесь будем жить, в каких условиях и что нам понадобится. Поэтому упаковала так, как посчитала нужным. В итоге, когда мы сюда приехали, все, в принципе, вещи нам оказались не нужны. Оказались, что уже только некоторые. Поэтому попросила маму вскрыть все коробки и достать только то, что нам необходимо. Ну, вот, я, значит, просила баночки все свои кухонные, одежду нам прислать. И просила еще мясорубку. И она вскрыла там некоторые коробки и увидела, что у меня там всякая химия еще есть. Я побоялась, что выйдет срок годности у шампуня, у гелия, у всего. Я попросила их тоже выслать. Ну, вот, в принципе, все, что пришло пока сейчас. Сейчас первая партия, вот это вот, вот это вот. И там 5 коробок получаются, 4 коробки с одеждой. Ну, пока нам этого достаточно, да? Мама отправила макароны в бочонки. Я не знаю, как они там очутились. Видимо, я невнимательно упаковывала, забыла их выбросить. Потому что я, в общем-то, из всех банок все выбросила. Ну, не выбросила. Мы еще успели это доесть, пока жили у дедушки. А почему-то эту баночку пропустила, да? И упечатала. Ну что, сейчас мама все разложит и пойдем вещи раскладывать, да? И вот так, пока. Продолжение следует...